Друзья мои, привет! Меня зовут Наталья, и я приветствую вас в школе графического дизайна. Сегодня мы изучаем такой эффект программы Coral, как прозрачность. Ну, конечно же, название говорит само за себя. Прозрачность позволяет сделать как векторные, так и растровые объекты частично или полностью прозрачными. Прозрачность у нас можно сделать путем использования эффекта линзы. Но о линзе мы поговорим немножечко попозже. А сегодня непосредственно о прозрачности. Инструмент прозрачность лежит у нас в левой части экрана в панели инструментов. Выглядит вот такая рюмочка. Если у вас Coral младше седьмого, то этот эффект лежит в интерактивных эффектах. Щелкаем сюда, вот здесь в разделе тень, контур, и так дальше лежит прозрачность. Мы выбираем этот инструмент. Я предварительно импортировала сюда растровую картинку. Как я уже сказала, прозрачность относится к растру и к вектору. Мы зажимаем левую клавишу мыши, введем. Можно это сделать с контуром, чтобы была прозрачность по прямой. Отпускаем. Видим, что происходит. Это градиентная прозрачность. То есть белый маркер это полностью непрозрачность, черный маркер это полностью прозрачность. Между ними бегунок. Можем его тоже подвигать. И мы видим, у нас меняется прозрачность. Это прозрачность фонтанная. То есть она может быть по прямой, как сейчас. Она может быть по эллипсу. То есть все эти бегунки работают, вы тоже с ними посмотрите, поиграйте. Вкладочка. Коническая прозрачность. Да, вот она тоже крутится, вертится. И квадратная прозрачность. Это все, что касается градиентных. Естественно, мы можем сделать полностью прозрачность. Это первая вкладка. Однородная прозрачность. Щелкаем у нас по умолчанию, это может быть любое число, вы можете его выставить сами. Допустим, поставить 30, видите, менее прозрачным стало. 100 это будет полностью прозрачность. 0 это полностью непрозрачный объект. Мы можем, конечно же, прозрачность отменить. Вот у меня лежит в панели атрибутов крестик без прозрачности. Если в седьмой версии у вас его нет, то мы идем вот в эту вкладочку, быстрая настройка. И здесь ставим галочку, чтобы без прозрачности показывал в панели атрибутов. Я ее отменяю, и у нас наш растровый объект принял полностью непрозрачный вид, первоначальный вид. Как я сказала, что эффект относится и к вектору тоже, и к растру. Поэтому давайте на примере векторного объекта посмотрим, как он будет работать еще. Давайте напишем прозрачность. Мы знаем, что текстовые объекты это векторные, естественно, объекты. Сделаю шрифт потолще, побольше. И чтобы было наглядно, обязательно сейчас сделаю контур. Давайте контур черный и достаточно толстый. Даже еще можно потолще сделать, порядка 5 мм. Что мы видим? Опять берем инструмент прозрачности, ведем, получаем заливку у нас градиентная. Можем сделать однородную, но сейчас внимание. Вот здесь вкладочки. Сейчас у меня нажата все, то есть это относится как к заливке, так и к контуру. Мы можем щелкнуть другую кнопочку, у нас прозрачной становится только заливка. Можем щелкнуть третью кнопку, прозрачной будет абрис, заливка останется без изменений. Но по умолчанию, повторюсь, стоит и то, и другое с прозрачностью. Конечно же, мы можем для векторных объектов менять цвет, как заливки, так и контура. Но при этом эффект прозрачности остается. Друзья мои, еще мне хочется обратить ваше внимание на один момент. Для этого я нарисую с контуром круг. Пусть он будет белый, без контура. Поставлю его ровненько на сферу. Придам прозрачность и видим обычный. Здесь у нас, смотрите, сколько всего. Это как будет себя вести прозрачный объект по отношению лежащим под ним другим объектом. Ну, давайте посмотрим. Вот эффект наложения. Видите, что происходит. Допустим, оттенок. Тут надо просто покопаться и посмотреть, как себя ведет каждый из этих параметров. Все это достаточно интересно. И можно для себя какие-то новые найти эффекты. Вот ничего в данном случае не происходит. Да, но это может быть только с данными конкретными двумя объектами. Поэтому обязательно разбирайтесь, смотрите, фантазируйте, экспериментируйте. А на этом урок мы заканчиваем. Если он был вам полезен, то обязательно ставьте лайк. Обязательно пишите комментарии с вопросами. Я с удовольствием помогу вам разобраться в программе CorelDRAW. Обязательно подписывайтесь на мой канал. А с вами была Наталья из Школы Графического Дизайна. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok